Чай-то вкусный. Нельзя же чай не пить. Надо чай попить. То, в принципе, как увидел, сразу понятно, такой крупный лист. Немножечко даже листы есть, особенно такие вот, которые круглые, напоминают чуть-чуть форшоу. Какие-то базовые самые азы, это что за сорт, какие у вас были предпочтения, что-нибудь по вкусу. И поэтому тут даже не столько нужно знать, какой сорт спросить, столько нужно понимать, какое вы хотите получить настроение. Привет, дорогие друзья! Как вы все знаете, я уже более 10 лет профессионально занимаюсь чаем, пропадаю на многие месяцы в Китае, на Тайване, долгие поездки, семья забывает, как я выгляжу. Многие друзья меня списывают со счетов. и так воспринимают, как некого Индиана Джонс, который постоянно ездит, ищет какой-то новый чай, путешествует, исследует и так далее. И как вы думаете, избавило ли это меня от вопросов, какой лучше чай, индийский со слоном или пакетированный Гринфилд? Конечно же нет. Таких вопросов очень много, они постоянно возникают, несмотря на то, что, казалось бы, ты уже таком пребываешь в чайном олимпе, очень много всего знаешь, все равно постоянно это слышишь. Это немножко тяжело слушать бывает, то есть так даже подбамбливают люди периодически. Но, тем не менее, все равно эти люди есть, и хочется им раскрыть правду о чае, сказать что-то, такую базу. И поэтому мы решили запустить серию, которая называется «Азбука чая». Это будет серия выпусков, которая отвечает на самые базовые вопросы о чае для новичков. Какой чай выбрать, черный или зеленый? Пожалуй, это самый частый вопрос, который мне приходится слышать до сих пор. На самом деле, нет ничего страшного, ни в коем случае не стоит стесняться таких вопросов, потому что, на самом деле, очень многие, кто наталкивается на мой блог впервые, они видят мою такую достаточно большую погружность, что я такой вот некий чайный специалист, и многие стесняются задавать такие вопросы. На самом деле, ничего в этом нет удивительного, потому что даже в Китае, казалось бы, родина чая, все знают и так далее, но такой распространенный миф, что китайцы сами очень глубоко разбираются в чае. На самом деле, я думаю, более 90 процентов китайцев знают самые такие базовые принципы, иногда они могут быть не сильно более образованы в чае, чем, например, наши российские любители чая. Как правило, когда вы не специалист в чае, когда вы просто пьете чай, просто любите чай, у вас какой выбор? Вы идете в супермаркет, и у вас есть выбор между черным, зеленым и каким-нибудь ароматизированным чаем. Далее уже начинаются какие-то дебри, в которых нужно разобраться, и поэтому стоит рассказать, какие же все-таки бывают сорта чая. Прежде всего, мы, конечно же, будем говорить про китайские стандарты чая, потому что стоит разделить чай, который мы знаем как черный, в Китае все называют красный. Вообще, если взять все категории, то чай делится на красный, зеленый, желтый, белый, чай, а также пуэр, чай пуэр, который также можно разложить на еще несколько категорий, потому что в Китае очень известен такой чай, как хэйчха, или дословный перевод с китайского черный чай, и здесь возникает небольшая путаница с красным. Поэтому в переводе на английский язык очень часто китайцы вот этот самый черный чай свой называют темным чаем, или dark tea. Он относится к пиэром, к постферментированным чаям, то есть это примерно одна категория чая. Очень емко сказать об этих сортах достаточно сложно, потому что существуют сотни разновидностей в каждой из групп. Но если постараться как-то упорядочить или каталогизировать сорта, то можно их разделить на ферментацию, то есть по степени выделения полезных веществ из чая, по количеству времени обработки, по количеству стадий обработки эти сорта разделяются. Еще, конечно же, не стоит забывать такую категорию как улуны, потому что это самая сложная категория чаев, самая сложная и культиваров очень большого количества, и очень сложная в технологической обработке эти чаи. Они бывают очень разные, поэтому они так стоят немножечко в сторонке. Начнем с белого чая, это самый распространенный именно чай в провинции Фуцзянь, самый известный в последнее время, он очень сильно стал популярен последние примерно 5-6 лет. Называется по-китайски он Бай Ча, и обычно обработка этого чая самая простая, то есть собирают лист, немножечко он лежит в тени 2-3 дня, и по сути чай готов. Иногда делается небольшая термическая обработка. Далее идет зеленый чай. Это самый любимый китайцами чай, поэтому в Китае существует самое, пожалуй, большое количество сортов именно зеленого чая, и зеленый чай, он обрабатывается уже немного более сложно. То есть здесь идет термическая обработка и потом сушка. Как правило, это чай собирается, немножечко обжаривается и потом просушивается. Бывает на разной температуре, это бывает немножко различия в технологии, то есть тут уже есть нюансы. Так или иначе, чай тоже делается достаточно просто. Далее идут красные чаи. Самый главный этап в производстве красного чая, это ферментация. Как раз после стадий, которые такие же, как в зеленом чае, то есть бывает первое, значит, выход влаги, выедява по-китайски, потом это бывает сминание и небольшая термическая обработка, а потом ферментация. Бывает, что термическая обработка отсутствует, то есть просто идет сминание чая, ферментация и в финале сушка. Сушка может быть как на солнце, так и на высокой температуре, на огне. Далее идут чаи уже скорее улуны. Улуны бывают, как я уже говорил, очень разные, и сама по себе технология производства улунов это очень сложный процесс, который может быть там сминание, встряхивание, обжарка, скрутка. Они идут в разных, в зависимости от сортов, идут в разные последовательности, и поэтому сейчас не буду подробно об этом останавливаться. Но самое главное, что вы должны знать про улуны, то что они могут быть как светлые, так и темные. То есть внешне они могут быть похожи как на красный, черный чай, так и на зеленый чай. Самое главное свойство улунов это очень повышенные ароматические вкусовые свойства, которые сильных отличают лучшую сторону от зеленых и красных чаев, то есть всякие медовые ноты, фруктовые, цветочные ноты, и все эти ноты абсолютно натуральные, то есть для этого не нужны никакие ароматизаторы. Последняя категория это чай пуэр, а также чаи из группы хай-ча или темные черные чаи, которые имеют, пожалуй, самую древнюю историю. Эти чаи обычно прессуются в разные формы, также сейчас есть они и в расцепном виде. Как правило, пуэры свойственны таким необычным характерным вкусам, и многие, кто сталкивается с таким массовым пуэром, сначала этот чай вообще не нравится, но потом, когда вам уже удается найти чай получше, вы начинаете его любить за его, прежде всего, бодрящие свойства, то есть пуэр он очень хороший энергетик, хороший заменитель кофе. Примерно ознакомились со списком сортов китайского чая. Первое, что происходит, это такая вот паника, какой ужас, как это все можно узнать, особенно сложные китайские названия, вот такое даже количество просто базовых категорий не сразу удается запомнить, и поэтому сразу возникает вопрос, а какой же чай все-таки выбрать. Тут на самом деле нету такого однозначного ответа, знаете, вот иди туда, купи вот это, вот он будет именно такой, какой тебе надо. Чай всегда надо пробовать, чай всегда надо знакомиться, и очень сильно зависит от того, что вообще хотите вы получить от чая, то есть это и ваши какие-то личные предпочтения, и какие-то ваши там настроения, и просто, скажем так, время года, потому что каждый чай имеет какие-то свои особенности в плане воздействия, в плане ощущения от него, в плане вкусовых, романтических качеств, и поэтому всегда нужно погружаться немножко, все равно так или иначе, невозможно вот сходу понять, что тебе надо, если ты этот чай никогда не пробовал, и знаешь только его название. Есть такие очень применимые и понятные факты про чай, как, например, пуэр очень хорош с утра, вместо кофе как взбодриться и там начать свой день, то есть открыть день. Как правило, любители чая любят пить зеленый именно весной, когда все раскрывается, появляются свежие листики, и вот зеленый чай очень отвечает такому солнечному настроению. Белый чай очень хорош в жару летом, он действительно охлаждает, кроме того, кстати, можно его действительно делать охлажденным, даже как, кстати, и у луны тоже, и эти чаи очень хорошо раскрываются летом. Красный чай хорош, наоборот, в холодное время года, зимой он согревает, он создает такой вот настрой, уют, но при этом всем надо понимать, что это только вот какие-то отдельные предпочтения, которые абсолютно не значат, что у вас должно быть именно так же, и очень часто любители того или иного сорта могут пить его круглый год, и это абсолютно никак не мешает им это делать. Именно поэтому очень важно чаи пробовать, поэтому я всегда рекомендую тем, кто только-только начинает знакомиться с чаем, покупать наборы пробников. Это обычно очень не любят мои сотрудники, потому что все приходят в чайный клуб и просят мне, пожалуйста, 10 грамм этого, 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 этого. Вот, на самом деле это самый лучший способ знакомства с чаем, потому что чаи очень разные, вкусы и предпочтения, ароматы тоже у всех очень разные, и поэтому очень важно именно начать свое личное знакомство, и потом какой-то свой ритуал и свои привычки, связанные с чаем, уже рождаются, и вы впускаете чай в свою жизнь. Такой вот тоже очень бомбящий мне вопрос, не побоюсь этого слова. Сколько нужно класть сахара в чай? На самом деле, конечно, среди любителей чая, кто пьет чай давно, это уже вопрос даже не возникает, но, тем не менее, по-прежнему сахар почему-то продается, и часто мы видим чай, сахар, значит, на чашечке в ресторане у вас может быть хороший даже чай, и там лежит, значит, на блюдечке такой пакетик с сахаром, и до сих пор это еще не искоренилось. Конечно же, в хороший чай сахар добавлять не надо, и вообще сахар в качестве добавки к чаю появился примерно тогда же, когда ухудшилось качество чая, как из-за массового производства, как из-за там неправильной транспортировки, либо просто когда стали ускорять технологию для извлечения большей прибыли и так далее. То есть, так или иначе, стал появляться массовый чай, и стал появляться сахар, который на самом деле ничего хорошего не дает, если у вас чай действительно высококачественный, сахар туда добавлять не стоит. Я тут так увлекся рассказом, что даже забыл заварить чай. На самом деле, моя традиция всегда заваривать чай во время рассказа о чае, потому что, как можно говорить о чае, его не пить. Именно к этому сейчас я хотел подвести еще один важный момент, то что если вы чай не пьете, то любые какие-то рассказы о нем, какие-то истории, они абсолютно бессодержательны, потому что под одним и тем же названием может скрываться огромное количество чая. Этот чай будет очень разный, и вы ничего не поймете, пока вы его не попробуете. То есть, самый, в общем-то, главный этап в познавании чая, чайной культуры, чайной традиции, просто знакомство с сортами, это, естественно, его дегустация. Когда я говорил о сортах и разновидностях чая, и в самом начале я как раз говорил о супермаркете, черном, зеленом и ароматизированном, я немного не раскрыл тему именно ароматизированного чая, потому что, к сожалению, большинство, пожалуй, чая, который можно найти в супермаркете сейчас, это чай ароматизированный. Я же вам буду говорить исключительно про чай натуральный, без каких-либо добавок, и, пожалуй, единственный вид добавок, который я считаю приемлемым, это натуральные травы, которые часто можно тоже встретить в отдельной продаже, то есть какие-нибудь цветы, травы, добавки, и вместе с чаем они могут очень раскрывать интересный вкус, при этом не требуется никаких химических добавок, красителей, каких-то там ароматизаторов, то есть чай самодостаточный сам по себе, но если вы хотите его чем-то наполнить, то можно просто добавить туда, например, натуральные цветы, вот, поэтому я лично абсолютно точно не рекомендую ароматизированный чай, я рекомендую, конечно же, натуральный. Кстати, в двух словах о том, как я завариваю чай, я думаю, более подробно, конечно, у нас будет ролик именно о правильном заваривании, они у меня уже и есть на канале, но я завариваю по-китайски, это традиция называется пинчай или пробование чая, маленький сосуд, потом сосуд для слива, который называется по-китайски гундао бэй или молочник, и пиала, вот, это обычное бытовое китайское заваривание, ни в коем случае нельзя это называть чайной церемонией, церемония она так имеет, содержит больше предметов, больше внимания к завариванию, вот, и больше такой некой артистичности, в данном же случае мы просто раскрываем вкус чая, при правильном китайском заваривании чай раскрывается гораздо лучше. Еще очень частый вопрос про крепкость чая, как же правильно заварить, должен ли быть крепким, какую правильно использовать посуду, только что я уже рассказал немного вкратце о самом простом китайском заваривании, то есть маленький чайник, сливник и пиала, также есть обычное наше европейское заваривание в чайнике, настаиванием, есть много других способов, всячески разные современные уже устройства, бутылки там, как угодно, в принципе, на самом деле, это не является каким-то правилом, то есть можно заварить и так, можно заварить по-другому, можно как-то там придумать свой способ, в общем-то тоже в этом нет ничего такого, можно просто в кружку чай кинуть. Так или иначе, вы все равно получите чайный напиток, в зависимости от вашего настроения, состояния и так далее, вы все равно получите удовольствие от чая. И тут самое главное две вещи, первое, это должна быть очень хорошая вода, то есть это лучше бутилированная, со средним уровнем пиаш, ниже 5,5, либо это должна быть родниковая вода, это тоже идеал, но нужно смотреть какой родник, вода не должна быть слишком жесткой, она должна быть подходящей для чая, вот и конечно же сам чай, то есть если у вас хорошая вода и хороший чай, в принципе, испортить уже это довольно сложно, нужна некоторая сноровка, понять дозировку, которая подходит для вас и получить хороший напиток. Чай-то вкусный, я же чай не пить, надо чай попить. То есть на самом деле идеальный чай, это тот чай, который хорошо подходит к вашему месту, которым вы раскрываете свое состояние, свое настроение, когда у вас хорошая компания и это и есть идеальное чаепитие. Касательно именно крепости чая, то тоже это нарабатывается со временем, потом каждый сорт чая, он так или иначе может быть с разной крепостью, по-разному раскрыт. Очень многие чайные мастера, которые пьют чай много лет, они тоже вырабатывают некий свой стиль и это тоже не является каким-то правилом и по сути нету даже этих правил, то есть каждый человек, который умеет просто заварить чай и у него получается вкусно, он является чайным мастером. Он раскрывает свое искусство и чай начинает дарить ему все больше и больше положительных эмоций, положительных впечатлений по мере того, как он погружается в чайную тему, узнает новые сорта, узнает, как их заварить, общается с друзьями, делится опытом своим и потихонечку нарабатывает свое собственное мастерство. Ну и достаточно важный вопрос о дозировке чая. То, что вот сколько можно выпить, в зависимости от того, крепкий он или нет, сколько можно выпить за раз или там за день и так далее. Каждый выбирает себе сам. Многие знают, что даже там в местах не столь отдаленных, например, у нас в России есть такой напиток как чифир или чифир, когда вываривают очень такой прям мощный настой чая, есть разные там рецепты, ну, собственно, люди пьют его и, конечно, это нельзя назвать безвредным каким-то явлением, но точно это не смертельно, даже в таких концентрациях. Я, например, тоже видел и в предговорах Тибета, и в Геннане, когда многие даже старики пьют там или работяги такие бутылки пластиковые с очень-очень крепким чаем, перезаваренным там просто до такого цвета, что там ложку поставить, наверное, не упадет. Вот. И тоже пьют они этот чай, и ничего с ним страшного не происходит. Естественно, не стоит повторять такие опыты, но при разумном потреблении, там, есть рекомендации, там, сколько грамм класть, они эти рекомендации легко найти, можно самому тоже понять по вкусу. Если нету там горечи или слишком большой терпости, раскрываются ноты чая хорошо, то есть какие-то вот цветочные ароматы, вкусы, и вы не чувствуете слишком сильной терпости, значит, чай заварит вкусно. Вот. Ну и, конечно, всегда может делиться своим каким-то опытом, узнавать его у других людей, кто так иначе занимается чаем больше или пробует чай дольше. То есть это всегда тоже нарабатывается в процессе жизни уже. Ну и самый главный вопрос. Какой же все-таки чай выбрать? Какие сорта или какие самые известные названия чая стоит обязательно знать и стоит обязательно попробовать? Я попробую привезти какие-то самые известные и самые популярные именно в чайной среде сорта чая, которые проще найти, может быть, будет вам. Но самый главный совет – это на самом деле где выбрать? Конечно, мне как водительцу чай торговой компании сложно говорить об этом, но я скажу, что все-таки я, тем не менее, общаясь среди чайных профессионалов, знаю, что хороший чай появляется именно в нашей стране, прежде всего, конечно, в специализированных магазинах, в чайных клубах, потому что люди тратят на это время, люди ищут, люди занимаются именно продуктом. И слава богу, что у меня есть там последователи, кто-то тоже, естественно, находит хороший чай. И это очень здорово, это потихонечку развивает наш, скажем так, рынок. Смешно, конечно, говорить, но слава богу, появляются винтажные сорта, это хорошо. Поэтому, конечно, я советую специализированный магазин, это самое главное. Когда вы оказываетесь в этом самом специализированном магазине, вам, конечно же, стоит что-то спросить и что-то узнать у консультантов, и поэтому какие-то базовые самые такие азы – это что за сорт, какие у вас были предпочтения, там что-нибудь по вкусу. И поэтому туда же не столько нужно знать, какой сорт спросить, столько нужно понимать, какое вы хотите получить настроение, и какие, может быть, сорта из масс-маркета вам нравились до этого, может, какие-то вкусы, ноты в чае. И тогда вы уже сможете составить потихонечку свою палитру. Поэтому, конечно же, я могу посоветовать, если брать зеленый чай, это чай лунзин или белочунь. Если говорить про луны, то самые знаменитые луны, конечно же, это тягуанинь, дхунпао, большой красный халат. Тайваньские луны во всем их разнообразии, то есть там можно брать любое название, будь то луны салишань или какие-нибудь габа-чаи тоже, с повышенным содержанием гамка, тоже очень популярно в России. Если говорить про пуэры, то, в принципе, тут очень все индивидуально, и, как правило, нету какого-то там стандартного пуэра, они постоянно меняются за счет того, что сложные технологии производства, и есть какие-то выведенные годами рецепты. Но я обычно всегда советую спуэрами просто брать разные, пробовать и потихонечку находить свой вкус. Касательно желтого чая, то чай этот всегда немножко ставит в сторонке, он, скажем так, относится к премиум сегменту, вот, поэтому мне, например, лично очень нравится желтый чай из хо-шань, то есть хо-шань хуанья или желтая почка из хо-шань, тоже будет интересно в качестве знакомства с желтым чаем. Если говорить про красный чай, то, пожалуй, это самый любимый русский, прежде всего, чай, и, на самом деле, он самый любимый в мире. Красный чай, я думаю, стоит, конечно, прежде всего попробовать юнайский деньхун, также стоит попробовать сяо-джун, это чай из провинции Фудзянь, тоже очень известный, тимэнхун чай, это чай из тимэня, тоже это в провинции Аньхой находится, а, пожалуй, тоже не стоит ни в коем случае пропускать почечные чаи из Фудзянь, то есть это всякие Дадзинья, большая золотая почка, Дадзиньджень, большие золотые острия, Суньджень, сосновые иглы. Ну и напоследок про белый чай. Белый чай, на самом деле, хорош во всем его многообразии, там не так много подвидов. Есть чай Шоумэй или Брови Долголетия, есть чай Баймудань или Белый Пион, и есть чай Байхауэнджень или Серебряная острия с белым ворсом. Видите, все три чая, они все достаточно, скажем так, хороши, просто каждый в своей категории. Я сейчас не буду углубляться более подробно в рассказы о сортах, иначе этот ролик может растянуться на десятки часов, вот. Поэтому, конечно же, самое главное, это пробовать и знакомиться, не бояться вот этих вот сложных, казалось бы, китайских названий, потихонечку ко всему этому можно привыкнуть, самое главное, выбрать тот чай, который откликается именно вам, начать его чувствовать, начать его пробовать и начать разбираться. Ну и, пожалуй, вопрос, который точно нельзя обойти стороной, это вопрос про действие чая. То есть, как действует тот или иной сорт. На самом деле, тут тоже все достаточно индивидуально, потому что на каждого человека, так или иначе, чай действует по-разному, в зависимости от его каких-то предпочтений, состояния, сколько он крепко его заварил, был он там, пьет ли он чайный голодный желудок или нет, от его комплекции, от всего. Вот, и, конечно же, это зависит от качества чая, потому что кто-то попил пуэрт одной фирмы, там, да, и он его взбодрил, а кто-то попил чай другого бренда, и он воздействовал на него, как такой очень расслабляющий напиток. То есть, это очень индивидуально. Но самое простое, что можно понять, конечно, если вы заварите темные чаи, прежде всего я говорю про ферментирные чаи, то есть, красные, пуэры, может быть, ферментирные луны, и заварить их крепко, конечно же, они будут действовать достаточно сильно. Например, я сейчас вот пролил тут старый чай выдержанный, лао-ча тайваньский, и сделал буквально три пиалы, и все, у меня уже изменилось настроение. Сейчас утро, я уже немножко так подподнялся, проснулся, и меня этот чай взбодрил. Вот, хотя, в общем-то, у меня довольно высокая толерантность к чаю. Вот, то есть, чай, в общем-то, создает настроение, создает ощущение. Очень важно свои вот эти вот ощущения научиться отслеживать, то есть, понять, как именно вы ощущаете себя после того, как вы пили тот или иной чай. И так очень быстро создадите себе некие привычки полезные, которые помогут вам просто наполнять день правильным состоянием. Ну и последний вопрос. Я всю жизнь пью чай массового рынка, и тут я узнал, что, оказывается, есть такой широкий, многогранный мир китайского чая. И что же мне делать? Получается, я хорошего чая не пил? Ну, прежде всего, стоит разобраться, то, что на самом деле мы все пьем чай, так или иначе, чай самый популярный напиток в мире, и не стоит переживать о том, что вы какого-то чая не знали, или там только-только для себя раскрыли. И мы не задаем себе вопросом, там, надо пить чай, не надо пить чай, то есть, насколько надо им увлекаться, не надо. Вы уже им увлекаетесь, просто вы пьете более массовый чай, и, может быть, у вас немножко другие привычки, именно, и другой способ заваривания. Но вы, когда не задаете себе вопросом о том, надо ли пить чай или нет, то также не стоит задаваться вопросом, надо ли узнать что-то большее, надо ли расширить немножко кругозор, и узнать, что же такое настоящий хороший чай. Конечно же, надо, потому что это абсолютно другое качество жизни. Вы поймете другие вкусы, другие ароматы, увидите абсолютно новые грани. Кроме того, почувствовав один раз, как говорится, хороший вкус настоящего чая, вам уже никогда не захочется вернуться к прежнему чаю масс-маркета. Ну, пожалуй, на этом все. Я вам пожелаю приятных чаепитий. И обязательно следите за каналом. Будет у нас несколько еще серий из азбуки чая. Я постараюсь также раскрыть какие-то самые популярные вопросы и познакомить с азами чая. Всем счастливо, приятных чаепитий. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова